Прекреседы и святители Иоанна Сутоустова о том, что какое наследство должны отцы оставлять своим детям? Не богатство, говорит, а добродетель и страх Господень. Итак, не будем заботиться о том, чтобы собирать богатство и оставить их детям. Будем научать их добродетели и спрашивать им благословения от Бога. Вот это именно, это величайшее сокровище, неизвеченное, неосхудевающее богатство, с каждым днем приносящее все большее богатство. Нет ничего равного добродетели, нет ничего могущественнее ее, хотя бы ты указал мне на царство и на облеченного Диодемы. Но если только он не имеет добродетеля, он будет несчастье у Бога, одетого в рубище. Какую может принести ему пользу Диодема или Парфира, когда его губит собственная беспечность? Разве Господь взирает на различия внешних достоинств? Или преклоняется пред знаменитостью лиц? Одно здесь требуется, подвигами добродетели отвержать двери дерзновения к нему. Так что не стяжавший этим путем дерзновение будет оставаться среди отверженных и лишенных всякой надежды спасения. Будем же иметь это в виду и так наставлять наших детей, чтобы предпочитали добродетель всему другому. А обилие богатства считали за ничто. Оно то часто и бывает препятствием к добродетелям, когда юноша не умеет надлежащим образом пользоваться богатством. Как малые дети, когда берут в руки ножи или мечи, часто по неумению надлежащим образом пользоваться, подвергают самих себя явной опасности. Почему матери не позволяет им безбоязненно касаться их? Так и молодые люди, когда получат большое богатство, вследствие того, что не хотят надлежащим образом пользоваться им, сами себя не извергают в явную опасность, собирая себе через это богатство бремя грехов. Отсюда раздается роскошь, неуместное удовольствие и бесчисленное множество зол. Не говорю, что это происходит прямо от богатства, а от неумения, получивших его, пользуется им, как должно. Но потому-то и премудрый сказал, добро есть богатство, но в нем же не есть греха. Серахова 13, 30. Хотя и Авраам был богат, и Ио был богат, однако же они не только не потерпели никакого вреда от своего богатства, но еще более прославились. Ради чего и почему? Потому что не для своего только наслаждения пользовались богатством, но для утешения других, помогая бедным в их нуждах, отверзая свой долг для всякого странника. Вот послушать-то говорит один из них. «Отказывал ли я нуждающемуся в их просьбе, и не томим ли глаза вдовы?» Ио 31 глава 16 стих. «Да не только оказывали пособия неимущим из своего богатства, но и заботились о них через свое покровительство. Я был глазами слепому и ногами хромому, отцом я был для нищих, и тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти и зубов, и выисторгал похищенное». Ио 29 глава 15-17 стих. «Видишь ли, что он и об обидимых заботится, и служит всем вместо увечных членов? Этому праведнику всем нужно подражать. Праведнику прежде закона и прежде благодати, показавшему столь великую и любомудрие, и притом не имевшему ни наставников, ни добродетельных предков, и собственными усилиями и здравым смыслом пришедшему к такой доброй жизни. Каждый из нас имеет лежащее в самой природе познание добродетели. И если кто не хочет по небрежению погубить благородство своей природы, то никогда не лишится этого. Дай Бог, чтобы все мы, избрав добродетель, и ревностно подвязались в ней, сподобились благ обетованных любящим Его, благодатью человека любимого Господа, нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Спасибо.